всем привет меня зовут настя и в этом видео я хочу рассказать вам о трех прочитанных мною книгах которые мне достались подарок от книжного магазина лабиринт и начать я хочу с воспоминаний лидии чуковской о своем отце который называется памяти детства мой отец корней чуковский о корне чуковском я практически ничего не знала до чтения этой книги конечно же я знала что он поэт детский писатель потому что все мы думаю в детстве читали его замечательные стихотворения доктора болит мы до дыр крокодил и многие другие также уже в более взрослом возрасте я узнала что он еще был переводчиком критиком литературоведом и на этом все я не знала ни как он жил никакая у него была семья нигде не жили нисколько даже было у него всего детей вообще абсолютные полный ноль в этом информационном плане и эта книга она открыла для меня его мир его жизнь и я очень рада что она попала ко мне в руки если вдруг вы подумали что здесь описана какая-то частичка биографии корнея чуковского то нет это не так лидия здесь описывает именно свое детство которое она вместе со своим старшим и младшим братом провела финской деревне куакалла где у их родителей был дом я правда единственно так и не поняла из-за книги и не уточняла это был их собственный дом или это была чья-то дача которую они снимали но это не суть важно а так как ее детство было неразрывно связано с отцом то конечно же им пропитаны все ее воспоминания отец в ее представлении в детстве был великан он был высокого роста я сожалению не нашла какой у него был рост но на фотографиях видно что он был достаточно высоким лидия пишет своих воспоминаниях что шаляпин был на голову выше папы то есть рост них соответственно обоих был очень значительный и да он не оказался великаном с огромными ручищами огромными ножи щами и в детстве она с братьями очень любила все мерить в папах то есть например вот это вот сосна которую не видели рядом с домом это где-то 3-4 папы глубина залива 20-30 пап и так далее я думаю смысл вы ловили корней чуковский очень любил своих детей и так как он до самой старости сохранил вот эту вот детскую непосредственность он обожал с ними играть и причем не просто придумывал им игры но также был и активным соучастником и через игры он приучал их к учебе к труду к знаниям каким-то прививал точнее какие-то моральные ценности культурные ценности прививал им свой этический кодекс свои понятия и так как все это как будто было бы шутя до понарошку виде игры то это не воспринималось тяжело не воспринималось как какие-то правила наказы указы но тем не менее прочно входило в жизни всех детей корней чуковского но при этом нельзя сказать что он был большим ребенком нет все-таки был взрослым человеком просто у него был вот такой вот свой определенный подход к детям с удивлением я узнала что чуковский был не сдержан и достаточно вспыльчив он часто обижал своих родных и домашнюю работницу няня у них там было и соседи причем совершенно не нарочно не специально просто они ему мешали работать или читать стихи или еще что-либо для него все это было непозволительно и поэтому он мгновенно раздражался приходил в ярость и мог сказать что-то очень и очень обидно при этом вот эти вот его перепады настроения от очень благодушных от очень радостным к очень таким горестным тоскливым могли произойти буквально в считанные секунды и лидия чуковская описывает в своих воспоминаниях несколько таких случаях просто диву даешься как ее отец из одного состояния просто мгновенно нырял в другое и в том числе и обратно и когда это случалось она писала что папа превращался в не папу то есть вроде бы это папа но он просто переставал обращать внимание на всех вокруг он мог забыть что рядом с ним маленькие дети о которых нужно заботиться он весь головой вот всей своей головой всем своим нутром уходил в проблему и отчаяние которое в тот момент его поглощали или наоборот если он выходил из этого состояния то в радость и это было не просто беспечность иногда даже это было слишком опасно и один раз из-за вот такой вот его невнимательной радости он вместе со своими детьми с чужими чуть не погиб на финском заливе потому что он закончил работу над какой-то статьей и это нужно было отпраздновать но так как он не курил не пил спиртное и у него был в принципе вообще свой собственный обычай праздновать то он не посмотрев на погоду приближающуюся решил с детьми покататься на лодке по заливу когда они уже достаточно далеко были от берега внезапно нашли тучи началась буря и они еле-еле выплыли еле спаслись кстати говоря еще одна здесь также такая интересная деталь что многие люди скорее всего на месте бы корней чуковского очень долго корили бы и винили себя за это происшествие но только не он он вообще считал что не нужно помнить плохое он всегда старался от него как можно быстрее отгородиться и отгораживался он своей работой работать он мог круглосуточно с учетом того что его также мучила бессонница то он действительно иногда работал целыми сутками вообще не останавливаясь невероятно упорный был трудолюбивый человек и я также узнала благодаря этим воспоминаниям что в детстве он самостоятельно по сути всему обучился в том числе и английскому языку постоянно пополнял свой словарный запас и детей также заставлял учить иностранный язык достаточно таким жестким способом я считаю но все-таки что-то в его этом методе есть что-то как я считаю правильное нужное и полезное и я вот лично диву давалось насколько он жаждал знаний и в особенности он их жаждал в связи с искусством он был предан искусству от не знаю кончиков своих волос до кончиков своих ногтей он безмерно поклонялся ему и единственной его религии было искусство так как он весь был в литературоведении он был в это погружен также так как в кокале в соседних усадьбах жили другие художники например репин то он постоянно крутился в этом кругу а также и его дети он часто говорил что его дети почему его детей было счастливое детство потому что они выросли в литературном кругу они дышали воздухом искусство но читая эту книгу понимаешь что не все так было гладко не все так было счастливо было и много грустных обидных моментов которые были связаны именно с вот этим вот непостоянством их отца непостоянством корнея чуковского вообще можно конечно много еще говорить об этой книге но лучше не говорить а прочитать поэтому если вы любите читать мемуарную литературу если вы любите читать воспоминания или вам просто интересна личность корнея чуковского то обязательно рекомендую вам обратить внимание на эту книгу издание это кстати говоря свежий 2019 года вышла на в издательстве волчок и она вот такой вот все яркая оранжевая посмотрите какая обложка просто взрывная и внутри находится очень большое количество фотографий давайте сейчас его на каком-нибудь развороте покажу единственное что меня огорчило что эти фотографии были не на глянцевой бумаге где-то в виде вставки и также что страницы несмотря на то что они белые они достаточно тонкие а если я считаю издательство печатает фотографии именно да вот не отдельно на в клейках каких-то вставках а вот так вот посреди текста то лучше чтобы бумага была поплотнее чтобы они не просвечивали и не мешали восприятию текста на других страницах что меня еще однозначно порадовала в этом издании так это то что здесь нет опечаток ни одной я вообще внимательно всегда читаю подобные книги поэтому я была приятно удивлена потому что к сожалению в последнее время опечатки встречаются очень и очень часто в книгах а стоит сейчас как вы знаете книги далеко не дешево очень приятное издание в целом я осталась довольна и я также прочитав его поняла одну вещь что мне очень хочется изучить дневники корнея чуковского я вообще одно время хотела купить двухтомно то ли трехтомное их издание не знаю продается ли она до сих пор на озоне тогда когда последний раз я увидела но было с большой скидкой я все ходила вокруг да около и думала купить не купить и так вот и не купила сейчас жалею надо кстати посмотреть если она в продаже если есть если еще вдруг на него невзначай будет скидка то точно куплю потому что уж очень интересным человек оказывается был корней чуковский хочется знать о нем больше хочется знать о том что он думал по поводу всего и всех так что как я уже сказала ранее если вы интересуетесь то обязательно обратите внимание на эту книгу а также возможно и на другие именно литературоведческие и критические работы корнея чуковского я думаю что это будет очень и очень интересно потому что талант у него определенно к этому был вторая книга которую я хочу вам сегодня показать и о которой хочу рассказать это циники анатолия марингофа этого писателя я знала всегда до этого в первую очередь как поэта и честно говоря я уже не помню то ли мы читали какие-то из его стихотворения в школе то ли я сама их где-то читала в старшей школе в общем вот это совершенно не помню но вот именно проза его когда не читала поэтому решила почему бы не начать знакомство именно с ценников открыв книгу я с первого же взгляда удивилась ее форме потому что это необычная непривычная мне форма романа циники это скорее серия неких записей записок которые разделены на вот такие вот точнее обозначены вот такими вот главками если можно так выразиться и которые объединены между собой единой сюжетной линии которая проходит через 1918-1924 годы главный герой основного повествования владимир васильевич делает предложение любви всей своей жизни ольги это с легкостью соглашается на брак потому что предстоит зима 1918 года она одна и она боится что она просто-напросто замерзнет и погибнет ей нужен какой-то еще человек рядом который ее будет кормить и согревать их отношения друг к другу к находящимся рядом с ним людьми к происходящим вокруг них событиях представляет собой абсолютный цинизм ольга без угрызений совести и находит себе любовников и живет за их счет владимир васильевич совершенно без ревности следит за ее похождениями и сам не прочь так сказать уйти на сторону каждый день выходит и оглашаются какие-то декреты которые решают их судьбу и судьбу целой страны но им абсолютно наплевать на это в моменты когда скажем так обычный человек чувствует радость или горечь они не чувствуют совершенно ничего какие бы ужасные события не происходили рядом и мне холодно не горячо им действительно все равно их слова и фразы и бессмысленны они вроде бы обращаются к собеседнику но эти слова повисают в воздухе и просто падают замертво вниз они не доходят до слуха другого человека потому что им все равно что они говорят им все равно что услышит тот собеседник тот человек их или нет что он им ответит это не имеет для них совершенно никакого значения они живут будто вот в каком-то вакууме пока я читала циников я постоянно чувствовала какой-то холод замороженность затем бессмысленность и какую-то тягучую неизбежность и невозможность что-либо изменить это очень странный роман на мой взгляд который тем не менее прекрасно описывает что творилось тогда в после революционной россии и самое интересное что он не трогает за сердце и душу он их просто замораживает и когда я дочитала эту совсем небольшую книгу до конца я была на самом деле счастлива что она закончилась и я могу снова оттаять и открыть свои чувства для каких-то других произведений если вы читали циников то обязательно пишите в комментариях что вы думаете об этом действительно необычном и своеобразном произведении что же касается данного издания тут тоже это 2019 год и это издательство аркадия санкт-петербург и здесь написано что иллюстрации выполнены ольгой малиновской собственно вот эта иллюстрация на обложке также из этой серии и иллюстрации прекрасны и что мне в особенности понравилось они все находятся рядом с текстом то есть не так знаете как иногда бывает когда текст в одном месте иллюстрация где-то далеко в другом здесь вот такого нет и это было действительно хорошо чем-то мне это напомнило советские издания детских сказок потому что там иллюстрации также всегда соотносились вместе с текстом красивое достойное издание но лично я здесь увидела то ли две то ли три опечатки и несмотря на то что текст в некоторых местах скажем так содержит немного устаревшие слова тем не менее я думаю что те вот найденные мной места это именно опечатки они какая-то задумка именно автора марингофа в общем если бы не это то я была бы абсолютно всем довольна в данном издании но это мелочи издание действительно красиво оформленная так что если вы хотите приобрести циников и прочитать то рекомендую присмотреться к этому и последняя книга который мы сегодня с вами поговорим она внезапно юношеская предназначена для детей называется на часы с вариантами и написал ее советский писатель александр житинский надеюсь что правильно поставил ударение потому что на самом деле перед видео не посмотрела как правильно произносится но надеюсь что не сильно ошиблась главный герой этого произведения серёжа получает на свое 16-летие в подарок от деда часы да не простые как вы уже понимаете по названию а волшебные если на их циферблате где указано не 12 часов а 24 поставить нужное тебе владельцу время если выставить дату в специальных окошечках а затем захлопнуть крышку часов как у медальона то их владелец переместиться в точности в то время в тот день который он указал причем он окажется в том месте где он в тот момент находился а другие люди совершенно ничего не заметят как будто ничего и не произошло только владелец часов помнит о том что он переместился во времени оставшись один после ухода деда серёжа сначала думает что тот спятил на старости лет потому что волшебные часы бывают только в сказках фантазиях каких-то авторов а он живет в реальном мире но по некоторым словам деда и поведению самих часов все-таки серёжа решает проверить работают они или нет и как вы можете уже соответственно догадаться по названию конечно же они работают и главный герой начинает бороздить пространство и время поначалу повесть читалась очень легко мне было интересно следить за приключениями героя подростка за его юношеские максимализмом за его эгоизмом за его альтруизмом но практически ровно на середине повествование резко изменилась легкость и непосредственность исчезли я окунулась в абсолютно взрослый мир из которого так на самом деле до конца книги вынырнуть не смогла потому что через 16-летнего подростка начал явно проступать сам автор которому на момент написания повести если не ошибаюсь было 46 то ли 48 лет то есть я видела именно его не ребенка видела человека уже умудренного жизненным опытом который о многом знает и многое понимает книга на мой взгляд получилось несбалансированный первое и половина действительно является детской и непосредственной а вот вторая часть только притворяется детской потому что на самом деле она взрослая и я не знаю заметят ли читатель подросток этот контраст но для меня взрослого человека он был уж слишком очевиден и из-за этого мое впечатление о книге немножко испортилась я никак не могла избавиться от этого ощущения что я читаю просто непонятно что то есть как бы вроде сначала это была волшебная сказка а затем это был уже жестокий взрослый мир и мне постоянно хотелось вернуться назад в сказку в эту фантазию а у меня все никак не получалось хотя автор чем ближе к концу тем все сильнее старался вернуть читателя обратно в первоначально легкое состояние но на мой взгляд у него не получилось я поставила данной повести 4 балла из 5 по своей собственной шкале потому что произведение это на самом деле хорошие но действительно интересное просто она абсолютно рассчитана на определенную возрастную аудиторию на подростков а вот взрослому человеку для взрослого человека читать это уже немного диссонанс на как я считаю так что если у вас есть ребенок 12 14 и возможно даже 16 лет то попробуйте обратить его внимание на данную книгу скорее всего она понравится ему намного больше чем мне ну и конечно же если вас тоже заинтересовало данное произведение то попробуйте прочитать и потом обязательно пишите в комментариях понравилось оно вам или нет что же касается издательства то это тоже издательство волчок как и первая книга воспоминаний лидии чуковской но только в отличие вот от той книги в этой очень-очень плотная хорошая бумага такого вот кремового цвета и я на самом деле была в полном восторге потому что я считаю что все книги должны издаваться вот так на такой вот бумаги это самый мой любимый вариант практически ничего не просвечивает приятно листать приятно держать в руках плотная такая картонная обложка в общее чего еще желать вот если бы в первой книге да вот воспоминаниях лидии чуковской была такая же вот бумага и вот на такой бумаге были бы напечатаны фотографии которые здесь приведены то я была бы в полном восторге и что по поводу опечаток то здесь их также нет как и в книге о корней чуковском в общем издательство волчок большие молодцы единственная единственная такая маленькая поправочка которая здесь есть вот тут вот на обложке написано возрастное ограничение 14 плюс если открыть книгу в конце где написаны всяческие там реквизиты какая-то еще информация книги здесь вот на значке написано 12 плюс внизу в общем если вдруг представитель издательства смотрит мое видео то пожалуйста приглядитесь к этому и возможно поправьте следующих переизданий чтобы все везде было одинаково ну а так никаких претензий больше по опечаткам нет потому что их здесь просто не существует в общем и целом порадовала меня это издательство что ж на этом на сегодня мой рассказ окончен по традиции если вы читали книги о которых я вам сегодня рассказала то пишите пожалуйста в комментариях что вы о них думаете на этом на сегодня все всем спасибо за внимание до встречи в следующем видео